Доброе утречко! Сегодня она меня порадовала тем, что я еще один килограмм потеряла. Скоро я их все растеряю и буду таким маленьким привидением здесь перед вами. Пока еще ничего не болит. Заболит обязательно. Каждый день это происходит. Так организм адаптируется постепенно к удалению желчного. Надеюсь, что все это когда-то пройдет. Вот пока не болит, думаю, выбраться прогуляться. Погода чудная, прохладная, приятная. Долго думала, что одеть, что додеть. Решила платье с коротким рукавчиком. Надеюсь, не замерзну. Скорее всего, будут какие-то магазинчики, какие-то покупочки, потому что хочется поднять себе настроение. Ну что ж, кому интересно, идем вместе. Кому прогулки не очень, смотрим где-нибудь в конце видео, буду показывать. Что у меня новенького и появилось. Такой шопогольный небольшой отчет. И заодно хочу расхламить. Кое-что лето уже, можно сказать, заканчивается. И я, по сути, ничего и не такого интересного носила, искупленного. Зачем покупала, непонятно. Поэтому буду уже даже что-то расхламлять. В общем, обычный влог, обычный день. Настояние пока непонятное. Жду. Чего непонятно. То ли того, что не будет болеть, то ли того, что будет болеть. Ну и вот в ожидании этого решила выбраться. Походить, погулять, потому что это полезно. Остаюсь до автобуса. Мне кажется, в этом году мы зеленую траву вообще не увидим. Вот она как выгорела, так вот теперь вот везде такая. А у кого-то наводнение. Почему так все неправильно распределяется? Все, не так много всяких фигурок. Так, что будет трудно удержаться и что-нибудь не купить. Так, что это такое за дерево? Подсвечник. Из глины. Почему у меня с книжкой подошло бы для моей библиотеки зверюшек? Так, как бы тут с какой стороны обойти, посмотреть. Много всякого интересного. Все-то безделушки, конечно, но очень милые. Так. Так, без покупок, конечно, не обошлось. А теперь я иду, мне подсказали, здесь еще где-то есть секонд. Открылся новый. Улочка называется Мазанометню. О, кстати, как цветы. Неплохо растут, несмотря на то, что на солнечной стороне. Так. Вот, наверное, где дверь открыта. Войти могут только два человека. Посмотрим, что там есть. Такого. Так, маска-маска. Не забыть. Так, это это или не это? Да, судя по всему, это. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстане! Добро пожаловать в Казахстан! очень здорово просто гениальная идея так вот это у нас Израэль Асдарс израильский садик который в 2021 году в честь 73-летия независимости израильского государства в общем был основан короче говоря специально для жителей чтобы могли самообразовываться и для радости написано и в общем замечательная идея кстати говоря потрясающая вот так вот неожиданно ну что ж я иду дальше гулять просто чудесный день хочется ходить босиком по траве как многие делают и даже загорают здесь в парке так а здесь у нас что какое-то тоже дерево посаженное интересное прудик прудик совсем обмелел практически весь высох ну потому что дождя у нас не было смотрите как действительно несправедливый Германию заливает вообще там просто уже трагедия а мы тут в суши живем непонятный ну так вот здесь уточки уже в остатках этого пруда живут надеюсь у нас все-таки будет дождик какой-нибудь в ближайшее время такой же как в ботаническом саду такой автоматическая подстригательная машинка как она вообще вот чувствует что дальше нельзя ехать потому что легко же может свалиться в этот пруд тут уже такие очень молодые утки гуляют совсем утята даже можно сказать ой как там грязно конечно но дно обнажилось и видно весь этот мусор кстати у меня тоже вылупился птенец ума одинчиков сегодня услышала как кто-то там крякает попискивает но заглядывать пока в гнездо не решаюсь ну вот так вот здесь как всегда мимо красивые садьбы нордеки которые потихоньку реставрируются здесь потрясающие какие-то липы у них такие как прямо руки в разные стороны как такие древесные монстры волшебные очень они мне нравятся а я хочу дойти до кукушкиной горки там тоже отдохнуть немножко посидеть на скамеечке сегодня чудесный свежий воздух чел отличная погода поэтому настроение прекрасное еще пока ничего не болит тоже меня это очень радует начала пить ножку она спазмолитик и очевидно она помогает немножко убрать какие-то моменты в моем желудке ну вот так вот теперь идти туда или туда или туда не знаю куда куда-то хочется идти гулять радуюсь тому что можно ходить и ничего не болит пока вы как-то просили показывать что у нас в палисадниках у кого растет а вот такой вот здесь интересный палисадничек какие-то растения обложенные камушками и такая подставочка для петунии очень здорово душевно так сделано красиво какие-то корни осажены туи маленькие молоденькие такие вот домики по дороге кукушкиной горки такие вот тоже красивые пеларгонии у входа в парк яркие хороший парк но здесь нету воды всегда хочется чтобы была какая-то речка прудик хотя бы что-то маленькое искусственное рядом дорога шумная поэтому пойду в глубину постараюсь подняться на самый верх не спеша зато есть много скамеечек и просто можно сидеть на склоне горы здесь как-то это не запрещается сверху с горки видно Илгоцемский пивзавод ну он конечно не только пиво производит он еще квас производит раньше еще там майонез был томатная паста как сопутствующие товары вот так вот производство работает до сих есть магазинчик около проходной можно купить на разлив так что с пивовареньем у нас в Латвии все обстоит замечательно я уже наверху здесь чудный совершенно прохладный воздух я уже чувствую какую-то усталость сегодня много гуляла так что буду двигаться в сторону дома но пешком дома уже покажу вам всякие покупочки мимо музейного хранилища как всегда территория бывшего военного городка сейчас здесь построено нашего государственного художественного музея Кратовая то есть место где спрятано все самое ценное и интересное я так полагаю ну во всяком случае такое получилось необычное здание яркое оригинальное современное и даже при нем небольшой тоже парк где можно посидеть на скамеечках отдохнуть красиво обсажено различными растениями но мы двигаемся дальше свернула на маленькую улицу Эженис обратила внимание кстати никогда не смотрела на вот эти это явно старинные с листиками ограда наверное лет сто и не меньше ну дальше конечно пошлый деревянный забор но вот калитка тоже не очень впечатляет но сами столбы они старинные вот такие опять маленькие улочки пятерочек иду потихоньку домой за заборами ничего не видно здесь еще старые глухие заборы сейчас по-моему даже не разрешают ставить такие сплошные заборы надо обязательно чтобы просветы были а это уже клумба около Рижского медицинского университета здесь всегда такой интересный хочется сказать фонтанчик там просто текущая вода такие вот подставки на ряд цветов корзинки красиво здесь поливальная машинка мимо которой я наверное не смогу пройти она меня польет хотела показать вам водопадик такой который за ней а может быть и пройду если быстро если он не поменяет сейчас направление резко то я смогу проскочить так прошла здесь вечно цветущие бегонии среди какого-то камыша вот здесь такой всегда ток воды такой водопадный сейчас я обойду покажу вам вот такая стена воды смотрится классно наверное здесь приятно сидеть на скамеечке охлаждает но шумно немножко интересно она подсвечивается вечером или нет никогда здесь не приходилось бывать вечером вот так вот выглядит дворик внутри медицинского учебного заведения вот так я тут немножко в тенечке посижу отдохну и пойду дальше домой здесь очень хорошо никого нету совершенно студентов нету сейчас же лет они не учатся так что место просто такое душевное где можно как будто бы почувствовать себя вне города хотя город рядом вот за этим зданием главная дорога нашего района ну вот я и дома и давайте я вам покажу свои покупочки но как же без этого их много они самые разные разнообразные и конечно минималисты сейчас все с криками или сбегутся или разбегутся ну в общем так с чего начать начну с тех вещей которые я почему-то всегда покупаю хотя их у меня достаточно много это вот такие вот стеклянные статуэтки каких-то с носмумриков по-моему у меня книжка есть про них они очень милые создания вот так они выглядят в этой книжке и наверное по мотивам стали выпускать стеклянные фигурки я их почему-то всегда покупаю я не знаю у меня их много наверное больше чем обуви хотя обуви у женщины как бы полагается что было много и всегда покупаю вот этих птичек постоянно я не знаю вот они мне нравятся притягивают хотя в них только можно маленькие горшочки ставить с цветами большие сюда не помещаются а просто сажать туда неудобно они такие и это еще мне понравилось тем что у нее есть цепочка то есть можно сразу подвесить и будет вот такая птичка где угодно надо где-то где у меня тут крючок какой-нибудь будет бить крючок и пускай она висит и что-то вьющееся в нее какой-то небольшой цветочек в общем это такие кашпур совершенно замечательные они не часто бывают но они попадаются вот в этих магазинах благотворительных которые шведские у нас из Швеции много товаров хопан там же в хопане купила шкатулку она очень красиво выглядит но может быть не будет так смотреться на экране фотоаппарата но она ручная работа она сделана потрясающе сделана в Египте и здесь перламутровые вставки у нее края перламутровые внутри бархат ее пытались переделать подключницу где-то там даже дырочки просверлили но я ее буду скорее всего использовать под какие-то мелочи украшения будет стоять наверное в прихожей около зеркала был когда-то замочек замочка конечно но ничего тут нет уже не откроешь не закроешь но очень приятно я вообще шкатулки люблю я знаю кто коллекционирует шкатулки в общем все мы что-нибудь деколлекционируем очень-очень классная довольно большая по объему еще вот такая чашечка тоже шведская тонкий такой фарфор красивый кофейная небольшая кофе я не пью но его пьют мои подруги поэтому осталось купить какой-нибудь кофе-заварочник само кофе и приглашать в гости пить кофе из красивых чашечек всегда люблю глину все глиняное разные вазы разные кувшины поэтому не устояла вот такой вот в том маленьком секундике где мы были с вами новенький который для меня вот купила такой нравится ручная работа нравится вот эта форма почему была идея сделать такую форму она и искусственная вроде бы и природная одновременно какой-нибудь милый слезняк или улитка или еще что-нибудь такое в общем красота мне понравилось цвет понравился в общем невозможно объяснить почему я покупаю те или иные вещи какие-то какие-то могу объяснить но какие-то просто вот понравились и все вот например как вот это древо это подсвечник для маленькой тонкой свечи но он и сам по себе настолько оригинальный забавный привлек внимание и вот такая растопырка какая-то непонятно сзади он так выглядит он будет стоять на полочке какое-то волшебное дерево сказочное могу совершенно точно объяснить почему купила вот эту композицию потому что это мои из любимейших моих таких вот зверюшек которые я когда в зоопарке я их всегда фотографирую мне не нравится у меня есть фотографии с ними ну посмотрите какая милота вот они так и стоят все время в природе в зоопарке на задних лапках и смотрят сурикаты очень люблю совершенно классная композиция никогда не думала что я что-то подобное найду сделано в Африке представляете откуда только чего только у меня дома не появляется там интересный магазинчик цены не дешевые но вещи какие-то очень забавные надо сказать в том же магазинчике вы там наверное видели когда я просматривала я сейчас без очков но я все равно вижу что там какая-то фигурка мышки сверху типа чайник и параллельно домик какой-то абсолютно непрактичная вещь совершенно просто любоваться смотреть просто поднимать себе настроение там очень красивые фигурки различные кстати вот этот который я называю ярдли наверняка он иначе называется я спросила потом набором который я увидела там духи и крем он стоил 10 евро а вообще эта марка очень дорогая кстати говоря так что если духи не испортились не знаю с чем они там с лавандой наверное нужно было бы тоже взять так что еще в тот магазинчик надо будет сходить там было кое-что еще интересное из статуэток из фигурок ну вот такая вот ну скажите смешно деткость какая-то ну наверное да в душе я ребенок я хоть и не стесняюсь в этом признаваться потому что ну я такая какая есть поэтому у меня всегда хорошее настроение в основном особенно когда ничего не болит сегодня ничего не болит сегодня для меня хороший день я его так и помечу крестиком где-нибудь в календарике что сегодня был хороший день погода становится все жарче завтра ярмарка в квартале спикери я постараюсь туда добраться но меня туда пригласила Юля у которой картины с котиками но если я вдруг не доберусь Юлечка напишите мне и мы снимем отдельное видео про ваши картины и ваших котиков а воскресенье на гисканском рынке тоже какая-то ярмарка я стесняюсь на этих ярмарках снимать честно говоря потому что ну как бы чувствую себя неловко поэтому толку от того что я туда поеду то наверное для вас не будет никакого я все равно мало что буду снимать если только разве что что-то там куплю ну и так уже сегодня покупок много но они будут доставлять мне радость собирать пыль на полочке конечно безусловно ну это неизбежно я иногда думаю почему я не сторонница минимализма потому что он как бы обезличивает но это всегда пустые голые стены это всегда какие-то серо-белые какие-то такие однотонные цвета мне хочется индивидуальности мне хочется оригинальности мне хочется чтобы человек пришел и запомнил этот дом и чтобы он для него был совершенно неповторим непредсказуем необыкновен волшебен да можно так сказать или нет в общем короче вот почему у меня так много всякого разного потому что моя душа вот этого всего просит и требует ну на этом я с вами прощаюсь всего хорошего до новых встреч пока-пока до новых встреч пока-пока пока-пока